и друзья на связи его никитин и в этом уроке я хочу показать вам как делать вот такой материал стекла зеленое стекло видите если проанализировать эту картинку то видно что цвет неоднородный немножечко сам цвет бутылки зеленый есть какие-то недоработки по самой модели то есть неровности различные это говорит о том что стекло не самое качественное может быть какое-то старое но не идеальное попробуем сделать такой же эффект и прям с нуля давайте создадим этот материал я уже подготовил баланку на которую мы будем накладывать этот материал чтобы не тратить ваше время свое тоже поэтому давайте начнем прямо с нее есть пустой материал вире то есть вот берематериал любой давайте зададим соседнем слоте убираем vira mtm назовем его сразу и теперь что нужно сделать сразу назначим первое давайте начнем с цветом как определить какой цвет диффуза у нас будет на стекле так как стекло у прозрачный то цвет диффуз будет не основной цвет то есть если мы хотим сделать зеленое стекло это совсем не означает что цвет диффуза должен быть зеленым совсем нет сейчас давайте разберемся как же это на что же это влияет если взять вот этот объект у меня кстати два стекла здесь можно тот и другой попробовать сделать но здесь просто более выражены заметно в принципе материалы одинаковые просто тут у нас на второй картинке немного другой цвет и сделано больше вот этих неровностей здесь же более гладкое стекло но также толщина видите переменные разные везде это можно видеть вот этим темным пятнам темным вот этим вот непрозрачным штукам стенка смотрите цвет стекла должен быть именно таким как в самом темном участке нашего реального объекта то есть данном случае самый темный участок ну примерно здесь почти черный то есть он на серый даже темный 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 зеленый здесь мы можем видеть это вот здесь вот на горлышке этот хорошо заметно сам сосудом очень тонкие видимо это как-то выдували это стекло просто он такое такое неровное и очень тонкие стенки везде кроме этого основания откуда видим дуло стекло смогу ручка поэтому давайте здесь берем вот этот цвет то есть ну примерно можно конечно открыть это дело в фотошопе скопировать до пипеткой но мы не будем так заморачиваться сильно все это не принципиально важно и на глаз можно определить то есть темно-темно зеленый давайте в 3d maxi поставим так убираем диффузный цвет ставим зеленый примерно вот так небольшой насыщенности просто ставим очень его темно даже поменьше насыщенность где-то примерно вот настолько слегка зеленоватый оттенок и порядка трех значения на насыщенность то есть на яркость ok выбрали нажимаем ok давайте сразу включим программа что было видно прозрачность потом хорошо с этим разобрались что теперь теперь нам нужно задать прозрачность так как стекло у нас прозрачную давайте это и сделаем цвет рефракта у нас будет просто серый где-то примерно так наверное давайте сделаем почти белый но не совсем белый это 238 в этих пределах это можно регулировать опытным путем хорошо теперь давайте сделаем отражение большому размере чтобы видеть отражение смотрите то есть стекло если возвращаться к прозрачности ведь мы задали прозрачность почти белую его у нас остается 16 как это стекло в принципе этот параметр допустим он такой и такой и должен быть 8 нас это глянцевость то есть это насколько чистый будет просвечивать наше стекло в данном случае стекло у нас чисто без каких-либо помутнений но не матово поэтому оставляем единицу с обзивов можно оставить тоже 8 поскольку здесь у нас голосе нас чистый абсолютно прозрачный цвет поэтому с обзива дополнительно делать не нужно что же теперь давайте сделаем здесь fuck color для начала потом перейдем уже к отражениям fuck color это именно тот параметр который будет задавать нам цвет нашего стекла то есть это скажем так цвет который зависит от толщины объекта если стекло очень толстая то цвет цвет будет очень насыщенный через него будет плохо видно все так как fuck вообще это туман то есть насколько туманно стекло и какого цвета эта туманность в данном случае на стекло зеленый чем она толще тем чем тем хуже она пропускает свет за счет вот своего цвета наличие цвета зеленого вот этого давайте сделаем зеленый оттенок нам можно выбирать различные зеленые цвета как бы от голубого до зеленого совсем салатовый и так далее нам сейчас нужно сделать такой цвет чтобы он был прихожка минут на этот немножко желтоват не совсем зеленый много желтоват поэтому давайте вот сюда поставим и сделать нужно не совсем насыщенным где-то примерно так на ней зимой ok фок мультиплеер ставим поменьше это вот так что же давайте посмотрим что у нас получилось и добавим здесь отражение отражение добавляем но это слишком много включаем галочку френили reflections потому что стекло отражается по френили как и все материалы и здесь должен быть его такой же как и на прозрачности 16 это будет физически корректно физически правильно здесь тоже оставляем единичку в каких-то случаях можно делать 098 например пока давайте оставим так садилов можно чуть добавить сделать 16 так ok теперь попробуем сделать рендер материал у нас уже назначен рендер я делаю форумер студии тут уже настроенный свет нейтральный почти белый фон жмем shift q но и здесь камеры и смотрим что получится первый тестовый рендер я вам рекомендую делать настройки поменьше у рендера чтобы быстрее рендерилось ну вот что мы видим стеклянный обычный сосуд с небольшими зелеными как бы вкраплениями по бокам там где толщина стекла у нас это значит что нужно добавить еще фок color то есть фок мультиплеер можно добавить сделать его например на воде при этом на сам шарик материала можно не обращать внимание потому что здесь не совсем корректно показывает результат вас по нему настройка ввести не стоит это не совсем правильно будет итак давайте попробуем трендерить еще раз вот уже более зеленое стекло но еще недостаточно зеленые давайте сделаем параметр 0 5 еще в 5 раз так вот уже уже лучше а вот мы видим само зеленое стекло в принципе похоже на мой взгляд давайте посмотрим какого цвета на здесь в принципе неплохо можно сделать еще темнее если этого достаточно просто добавить еще full color давайте сделаем 0 6 и попробуем изменить цвет на более насыщенный будете вот более насыщенный цвет получился на мой взгляд это более похоже вот он да хорошо теперь что мы можем сделать еще если обратить внимание то мы видим здесь неровности а эти неровности легко сделать именно в параметрах материала чтобы не изменять модель то есть здесь мы можем просто добавить текстуру noise на bump и у нас появятся такие неровности в отражениях кстати говоря может быть имеет смысл немного размыть наши блики потому что здесь они не совсем четкие может быть еще за счет того что неровности здесь есть но я думаю стоит немножко размыть блик поставить 097 попробуем что получится вот чуть-чуть более размытые отражения стали смотрите вот здесь мы видим по краям там где толстое стекло у нас мы видим тот самый эффект который дает диффузный цвет если мы цвет поменяем диффуза то здесь тоже цвет изменится сейчас мы попали на мой взгляд в правильный в правильный параметр по цвету и я думаю нужно оставить так что еще давайте подумаем что можно сделать еще ну давайте добавим карту банк добавим карту мыс здесь просто не будем никаких параметров менять в принципе виден эффект если только размер наверно будет большего попробуем поставить 20 сейчас посмотрим как она выглядит на самом деле и не такое большое здесь значение бампа ставим давайте для начала там будет видно снова нажимаем render так очень мало заметен эффект почти не заметен давайте поставим 10 здесь и попробуем еще уменьшить размер текстуры в 10 здесь опытным путем приходится искать нужны параметры так вот она вот он рельеф появился но он теперь слишком сильный по размеру вроде бы нормально давайте даже размер сделаем 12 чтобы волны были побольше размером сам банк сделаем давайте попробуем 5 так ну вот уже больше похоже на правду можно даже еще уменьшить до 8 размер текстуры да пусть будет так смотрите чтобы посмотреть как выглядит эта текстура мы можем нажать эту кнопочку здесь появится сама текстура можно увеличить размер чтобы здесь было нагляднее видно какие там переходы вот так вы видите какая мягкая текстура то есть границы очень мягкие и соответственно у нас получится такие же перепады там где белый цвет у нас будет скажем горка там и черный он будет оставаться на месте там где белые участки текстуры у нас будет появляться такие горбики стекле неровности тут есть несколько типов но из самого самой текстуры можем выбрать посмотреть фрактал то есть фрактал дает более резкий рисунок принципе давайте попробуем сделать именно его верну на 10 и сравним посмотрим какая разница я прям выделил половину бутылки что можно было увидеть чем они отличаются отрендерим регион то есть вот более такая рельефная структура не такая гладкая как было до этого я предлагаю оставить именно так и сделать чуть поменьше еще значение где-то порядка двух вот что получилось на мой взгляд неплохо остановимся на этом тут можно долго доводить до идеала как бы и разные значения получать разные параметры теперь давайте попробуем включить еще один замечательный параметр называется он эффект шедоуз то есть это этот параметр дает возможность красить тени в цвет стекла окрашивать именно тени от проходящего света включим просто эту галочку и снова отрендерим половину чтобы увидеть разницу вот видите что темное такое пятно которое здесь было до этого она пропала и здесь результат гораздо более реалистичным поэтому оставим значение параметр вот в принципе мы создали материал нашего стекла далее вы можете конечно играться еще с параметрами рефлекта рефракта делать его не таким прозрачным как бы менять фоку мультиплеер ставить его больше меньше менять цвета естественно все это отразится на результате и обратите внимание что стекло наши не с постоянной толщиной то есть здесь толщина стекла больше здесь она меньше здесь у нас на увеличивается и это дает в этих местах как раз эти темные пятна то есть тот самый цвет который мы задавали если мы изменим попробуем изменить саму геометрию стекла то вы увидите как это работает на практике давайте попробуем выделить вот эти точки и просто масштабом их раздвинуть здесь должно быть включена такая штучка то есть сделаем 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 стекло более толстые вот здесь например и давайте сделаем его более толстые вот здесь у горлышка и просто отрендерим сразу видно разницу то есть там где у нас стекло стало толще цвет стекла стал более темный и здесь соответственно тоже вы можете менять зависимость с помощью fogbs то есть она может быть с плюсом может быть с минусом то есть это зависимость как раз вот этой толщины стекла от скажем так от цвета от толщины стекла можно сделать например минус 0,2 минус 0,3 и сравнить что получится то есть вы видите насколько темнее стало стекло на счет просто смещения цветов в темную сторону если мы сделаем минус там можем сделать 0,1 с плюсом стекло мы должны сейчас посветлить то есть зависимость от толщины становится не такой сильной то есть вы можете смещать это зависимость в нужную вам сторону особенно это заметно хорошо на объектах с разной толщиной когда есть тонкие участки объекта есть толстые участки объекта там это хорошо видно и можно делать большое количество экспериментов ну что ж давайте на этом остановимся на мой взгляд получился хороший материал стекла пробуйте сделать то же самое я думаю у вас обязательно все получится и напоминаю вам что идет предварительная регистрация на полный курс по созданию сложных материалов где мы будем рассматривать не только стекло как таковое разноцветное разное по свойствам но и большое количество других материалов начиная там от дерева керамики различные плитки мрамора кирпичей в общем крашеных поверхностей и многого-многого другого с различными свойствами смешиванием различными там узорами и тому подобное ссылка находится под этим видео вы можете прочитать подробное описание я планирую сделать этот курс лучшим в мире курсом по материалам я думаю с вашей помощью мы сможем оселить эту задачу регистрируйтесь и увидимся на обучении всем пока